Девушки отдыхают Нашу программу мы начинаем со спортивных новостей Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва Отделение прыжки на батутах приняло участие в чемпионате России Наш репортаж История такого спорта, как прыжки на батуте, начались совсем не из спортивных побуждений Сначала батуты использовали в авиации Первыми начали использовать батуты французские летчики для развития вестибулярного аппарата Однако стоит заметить тот факт, что корни батутных прыжков лежат далеко не во французской авиации А берут свои источники гораздо раньше Подобные игры были у эскимосов и олеутов Вместо батута они использовали шкуру какого-либо животного На котором они подбрасывали товарищей в воздух и кувыркались Цирковые акробаты используют батуты 200 лет Уже в конце 19 века во время своих представлений акробаты делали на батутах двойные и даже тройные сальто Какими особенными качествами должны обладать спортсмены, чтобы добиться успеха? Самое первое качество, которым должен обладать спортсмен, это желание Всегда, если он приходит в зал и чего-то хочет, он добьется этого Ну, конечно же, целеустремленность, настойчивость Идти к своему делу, то есть стремиться к победе, стремиться к вершинам спортивным Только если человек настойчивый и хочет этого самого То есть желание – это основное качество Ну, во-первых, это надо иметь хорошую силу, владеть своим телом Ну, и умение, в общем, иметь также растяжки Вот, то есть шпагаты, мосты, складки, все Вот такие качества должны быть у спортсмена Чтобы, вращаясь в воздухе, владеть своим телом Вы – чемпионы, а бывают у вас такие моменты, когда вы не хотите тренироваться? И как вы с этим боретесь? Нет, таких моментов в основном не бывает Все наши тренировки мы принимаем с радостью и с весельем Ведь это так здорово тренироваться и заниматься спортом Сюда приходят только те, кто стремится к победе Череда школьных юбилеев продолжается Конечно, каждый завчанец знает, что здание школы номер один является лицом нашего города Но ценные школы не только в здании, а прежде всего в ее выпускниках А их за 135 лет трудно сосчитать Наш репортаж Школа у нас сегодня отмечает 135 лет Я не знаю, есть ли в Ростовской области учебные учреждения, которые имеют такой возраст Но, наверное, не самый главный возраст Самые главные – те традиции, которые сложились в школе И те люди, которые прошли через эту школу, учебные учреждения Мы побывали в этих стенах Мы строим проекты великой страны Мы помним историю нашей России И эту историю сделаем мы Я ученица была седьмого класса в первой школе И на уроке физики по радио передали Человек в космосе, полетел Гагарин Это было для нас сверхъестественное чудо Мы жили интересной жизнью Тогда была пионерская организация Комсомольская организация У нас было очень много всевозможных дел Все мы дружили и дружим сейчас после школы Многие пришли работать, в том числе и в нашу школу У нас очень интересная эстафета была С арбузами, прекрасная Мы так весело веселились, бегали Получили, в колхозы ездили, конечно Даже в трудовые лагеря у нас были Так что у нас очень бурная, веселая жизнь проходила У меня в руках символическое сердце учителя Яркое, пламенное сердце учителя Именно оно беспокоится о каждом из нас Именно оно отдает любовь всем вам Наши дети, наши родители, наши учителя Учительство сердца В декабре каждого года проходит всероссийская декада инвалидов В эти дни особого внимания окружены люди с ограниченными возможностями Эти люди показывают всем пример целестремленности и мужества В августе в Лондоне прошли 14-е пара Олимпийские игры Российские спортсмены в общем зачете стали вторыми А в нашем городе к детям с ограниченными возможностями относятся с большой любовью и заботой В городском дворце культуры состоялся фестиваль Возможно, кто-нибудь из участников этого фестиваля станет пара Олимпийским чемпионом Наш репортаж Фестиваль «Подарю вам солнце» собрал талантливых ребят из разных учебных заведений и коллективов Инициатором проведения фестиваля стал благотворительный фонд «Будущие дети» Фестиваль удивил разнообразием жанров и стилей, яркими эмоциями и добротой Фестиваль «Будущие дети» Фестиваль «Будущие дети» Фестиваль «Будущие дети» которые такие же, как и мы, только чуть-чуть другие в физическом плане. Им же нужно как-то развиваться. Они не могут сидеть просто дома и учиться, ну, заочно они же учатся в школах, и никак не развиваться именно в плане общения с другими детьми. Им очень интересно общение, и когда ты танцуешь с ними, держишь с ними контакт, не только как партнер с партнером, то есть мы вышли на танцпол, и мы выполнили какие-либо движения. Мы общаемся вне этого. Это очень важно для них. Ваша дочь занимается эксклюзивным видом творчества. Что дают вам и ей эти занятия? Самое большое – это позитив. Самое главное в жизни что? Чтобы человек улыбался, радовался и радовал, наверное, других. Потому что поступками и выступлениями данных деток, ну, наверное, нужно брать с них пример и радоваться, потому что это есть. Саша, а ты знакома с крокодилом Геной и Чебурашкой? Конечно, все знают этих героев. Как вы думаете, что объединяет старуху Шапокляк, кота Матроскина, Печкина и дядю Федора? Их объединяет тот, кто их придумал. Российскому детскому писателю Эдуарду Успенскому в декабре исполняется 75 лет. Наша рубрика «Книжная полка». Эдуард Николаевич Успенский не только автор известных детских книг, но также он и создатель передачи таких, как АБВГ «Дейка», «Радио няня», «Спокойной ночи, малыши». И в нашу гавань заходили корабли. В 2010 году ему присуждена премия имени Корнея Чуковского в главной номинации за выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе. Здесь, в библиотеке, вы можете найти книги любимого писателя, такие, как «Кот Матроскин» и другие, «Отпуск крокодила Гены», «Дядя Федор, Пес и Кот», «А может быть, Ворона», «Сказочные повести» и... Я тоже мечтаю стать писателем, много путешествовать, проводить встречи с читателем. Для этого, как минимум, надо стать читателем, быть в курсе всех событий и новостей, ведь для книг нужны сюжеты. Их можно найти на улицах нашего города. Наша рубрика «Твоя улетная новость». Я хочу попасть сын. Я хочу, чтобы мне мама подарила, как там, бапуган. Моя улетная новость, потому что у меня получилась очень красивая работа художник. Моя улетная новость, мы купили куклу. Вскоре я перейду в гости к своим родственникам. Я с друзьями, с друзьями, с друзьями, с друзьями. На тем картинке баталирую рошадь. Зоопаркнул ходить. В станции поедем на конкурс. Моя улетная новость, что я побывала в Турции. В субботу я буду выступать в стиховом оркестра. Я занимаюсь на станции фильмов техниками. Моя улетная новость, что у меня скоро появится собака с породой хаски. Я понимаю. Улетные новости прощаются с вами. И желают вам на этой неделе легких контрольных работ, дружеских вечеринок и больше солнечных дней. От свинта! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!